Итак, друзья мои, я собираюсь продолжать мой эксперимент. Хочу напомнить, что суть моего эксперимента заключается в том, что я натягивал холст на алюминиевый подрамник, который можно легко снять и легко заново перенатянуть. Он крепится с зажимами специальными. Правда, когда я при натяжении получил не совсем такой туго натянутый, но писать можно. Спустя определенное время я заметил, что холст мой заметно провис. Я вот вам хочу показать. С передней стороны не заметно особенно. Я вот сейчас разверну и покажу вам с обратной стороны, что холст заметно сильно провис. Вот, если видите, он соприкасается... Видите, болтается как? Соприкасается с мольбертом. Такое сильное провисание, которое с передней стороны не особенно заметно. И, конечно, писать будет на ней много сложновато. Поэтому я хочу прибегнуть к методу, которым пользуются художники опытные. Его сначала надо будет обработать, побрызгать водой. И тогда подрамник натягивается. Вот сейчас я сделаю эту процедуру. Таким маленькой порсункой. Вот, друзья, я попрызгал поливизатором водой к заднюю сторону холста. И оно сработало. Вот я вам сейчас покажу. Натяжение. Уже холст заметно натянулся. С мольбертом не соприкасается. А то он провисал и лежал почти полностью на мольберте. По всей линии этой стойки. А сейчас, как вы сами видите, холст натянулся. Вот так лучше видно. Теперь обратим внимание на переднюю часть. Вот, пожалуйста. Натяжение получилось. Посмотрим, как долго будет держаться. Ну, теперь можно будет на ней уже писать. Намного удобнее будет. О. Видите, как играет уже. Теперь буду продолжать. Я пишу эту картину масляными красками. Выдавленные краски, конечно, подсохли. Поэтому надо будет заново выдавить. Свежие краски. И продолжим. Ну, предварительно я должен обработать поверхность для улучшения адгезии. Пройничком. подсохли. Ониvu96. Подсохли. Иه-арилом. - Продолжение следует... 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 наверное с самого начала как я натягивал холст эта работа моя как говорится является экспериментом хочу еще раз напомнить потому что я натягивал на алюминиевый подрамник который можно в нужное время разобрать я это сделал с той целью чтобы когда картина высохнет когда я его залакирую можно будет его снять свернуть в рулон для удобства транспортировки и на этом же подрамнике можно опять же писать другую картину а пока картина будет сохнуть я буду использовать аналогичный подрамник вот новый есть у меня еще я его соберу натяну опять на него холст мой льняной холст и буду в этом же формате писать другую картину как я натягивал подрамник я показывал вот в этом видео можете посмотреть вот здесь наверху но я не показывал как я собирал этот алюминиевый подрамник конечно собираю собирать его очень просто но в любом случае очередной раз собирать буду обязательно я запишу видео чтобы вам показать этот процесс самый самый начальный процесс который я упустил в общем я думаю эксперимент мой удался картину можно всегда писать вот на таких разбираемых подрамниках для удобства и самое известное главное удобство конечно для транспортировки собрал в рулон скрутил когда картина высохнет и можно транспортировать а писать вполне возможно хотя холст не натягивается я не смог первый раз натянуть как мы натягиваем на деревянные подрамники очень тупо возможно если уже второй раз имея какой-то опыт я натянул лучше на этом все друзья мои пока пока пишите свои впечатления свои замечания свои предложения о процессе моей работы о результате моей работы я буду только приветствовать за это вас до до свидания друзья мои до свидания друзья мои с вами был Царь Риген